Обстрел вооруженными силами Армении, азербайджанских мирных населенных пунктов до линии соприкосновения войск, часть военной доктрины, выработанной Минобороны Армении в отношении Азербайджана. Подобными провокациями Армения просто затягивает и саботирует переговорный процесс по мирному регулированию конфликтов. Ситуацию в селе Алханлы сегодня мы обсуждаем с гостем нашей студии, руководителем экспертного совета Баку-нет-Вок, доктором философии Эльханом Алискеровым. Здравствуйте, Эльхан Муалем. Рада вас видеть. Гибель мирного населения это реальное преступление против человечества, это выходит за рамки норм международного права и является реальным международно-уголовным преступлением. Чем руководствуется официально Ереван, прибегая вот к таким вот ужасным варварствам, такому преступлению? Ну, во-первых, я хочу отметить, что это целенаправленное убийство, потому что в военном деле не бывает ошибок, когда стреляют по гражданским объектам и по военным. Все разговоры армян, сейчас они запустили дезинформационную машину о том, что якобы там находились военные объекты. Это все отметается тем, что, во-первых, там был Каспаршик, там поехали военные атташе. В этом селе нету военных объектов, это было бы известно всем. Во-вторых, это уже не первый раз. После событий, когда было убито пять армянских оккупационных военных на территории Нагорного Карабаха, они официально заявляли, что будут приняты адекватные меры. Но в соответствии с армянской военной доктриной, которая принята в 2015 году, они ответ дают не армейским подразделениям Азербайджана, потому что противостоять не могут, они бьют по-гражданским. Цели, конечно, политические. Вселить страх у азербайджанцев, проживаясь в рандовой зоне. Предотвращать возможность возвращения азербайджанцев, Джужих Мерджанлы, например, это пример. И в-третьих, вообще идею проживания азербайджанцев, перспективу, проживание азербайджанцев в Нагорном Карабахе, возвращение, они этим подрубить хотят. То есть цели у них очень простые и соответствуют той идеологии, которая заложена в Армении. Зори Балаяном. Я хочу вернуться опять, потому что именно человеконенавистничество и вражда заложено в этом. И новые поколения армян, которые мы читаем, их не комментарии посвященные, например, девочке, что кто-то написал, что я готов изнасиловать ее. Да, это воспитанники Зори Балаяновского, Карабахского клана. Они считают, что воюя против мирного населения, они достигнут своей цели присоединить Карабах или же что-то еще. Но эти цели, они имеют, значит, очень могут иметь вредные последствия для Армении и будут иметь вредные последствия, потому что это признак того, что армянская армия не может противостоять азербайджанской армии. Второе, они принимают крайние меры. И это озаглавил сам Саркисян, когда сказал, что у меня не дрогнет рука, когда я нажму на кнопку ракеты «Искендер». Он тоже имел гражданские цели. То есть их мысль все направлено угрожать Азербайджану уничтожением мирного населения. То есть у них военных аспектов, в руках не осталось ресурсов. Вот я это хотел отметить. В этой ситуации должна, в первую очередь, интересовать позиции все-таки ведущих государств, в частности, Минская группа ОБСЕ. Их оценка вообще отношения к этим событиям не просто, как обычно говорят, приглашенные заявления, а реальная оценка, объективная оценка происходящих событий на оккупированных территориях Азербайджана. Насколько международное сообщество, в частности, Минская группа ОБСЕ, справедливо оценила данную ситуацию? Или же вновь мы видим все-таки здесь политику двойных стандартов? Ну, в первую очередь, в увязке с Карабахским конфликтом мы должны говорить об Минской группе, сопредседателях. Фактически, их действия показывают, что они из механизма, который должен способствовать урегулировать конфликты, они стали механизмом, который препятствует. И я считаю, что жертвы гражданских и военных частично на их совести. То есть, каждый из них вложил в этот процесс какой-то элемент неразрешения этого конфликта. Все их заявления, все их попытки каким-то образом сохранить статус-кво приводят, первое, к жертвам среди мирного населения, второе, может привести к большой войне. То есть, это анахронизм, который является препятствием на пути урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Ну что ж, спасибо за подробный ответ. Да, спасибо вам. Ситуацию в селе Алханлы мы обсудили с гостем, нашей студией руководителем экспертного совета Бакуна-Этвок, доктором философии Эльханом Алискеровым. Продолжение следует...